Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско, и шоу Кулинарная Пропаганда. Друзья мои, я вам покажу сегодня очередной быстрый рецепт. Я вам уже показывал пасту с соусом с семгой. Здесь, если кто-то не видел. Пасту с сухими грибами. Здесь. Самый первый мой ролик был про пасту с соусом маринара. Здесь, но лучше не смотреть, он ужасный. И был еще отличный соус. Его можно посмотреть. Это соус с топинадой. Сегодня у нас сырный соус. Для этого соуса нам понадобится сыр Филадельфия, или маскарпоне, или альмете, и немного молока. Вот этот комплект можно заменить сливками. Будет по вкусу немного отличаться, но тоже неплохо. И какой-нибудь сыр мягкий, с острым вкусом. Я для этого использую сыр с плесенью. В данном случае Рокфор. В Москве мне очень нравился сыр Дорблю. Сейчас слухи до меня доходят, его тоже можно купить. Правда, он дорог. Но, с другой стороны, его для огромной просто сковороды с целой кучей пасты понадобится всего 30-40 граммов. Поэтому смотрите сами на свой кошелек, на свой карман, и выбирайте. Соус быстрый, поэтому сразу приступаем к делу. Сразу кипятим воду, для того, чтобы сварить лапшу. И начинаем разогревать сковородку. В сковородке у меня предварительно положил 2 зубчика чеснока и пряной травки. Это шалфей и тимьян. Сразу добавляем оливковое масло. Для этого соуса лучше использовать не рафинированное масло, а с очень хорошим, таким замечательным зеленым ароматом. Не забудем посолить воду для пасты. Я, видите, насыпал в сковороду тоже предварительно, потому что троплюсь. Сковородка уже нагрелась, масло дает аромат, травки тоже ароматизируют все пространство кухни. Пора добавлять сыр. Мягкий сыр, в данном случае Филадельфия, нужно ему совсем немного. Вот приблизительно такой вот кусок. Филадельфия имеет мягкий солоноватый вкус, с легкой такой кислинкой. Он очень хорошо, мне кажется, подходит к этому соусу. Сразу добавлю небольшое количество молока. И уже пора убавлять нагрев. Все, он сейчас будет растворяться. На медленном огне. А я тем временем отделю кусочек плесневого сыра. Вот в этом кусочке всего 100 грамм. Вот я использую треть. Это вот для этого сыра более чем достаточно. Если вам не нравятся резкие вкусы сыра с плесенью, вы можете использовать другой любимый сыр. Главное, чтобы он был мягким. Мягким по консистенции, чтобы он хорошо растворялся в соусе. И при этом обладал вкусом с характером. Иначе будет просто какой-то сладенький такой сливочный соус. Смотрите, сыр подтаивает, и соус прямо на глазах загустевает. И уже идет очень классный аромат. Вообще вот к этому плесневому сыру, к дурблю в первую очередь, мои мелкие имеют очень большую давнюю любовь. Они готовы есть его просто так. И поэтому эта паста, которая на первый взгляд с этим соусом имеет такой рисковатый яркий вкус, который детям может и не понравиться, в них идет просто на ура. Они при слове паста с сырным соусом, как за дудочкой крысоловой идут на задних лапках, соус может достаточно сильно загустеть. И его густоту мы потом отрегулируем добавлением воды, в которой варилась паста. О пасте, я говорил в предыдущих роликах, лучше использовать для этого соуса вот такую вот лапшу длинную. Она, мне кажется, наиболее эффектно в этом соусе работает. Так, вода закипела, как вы видите. Выкладываем пасту. Варится ей до состояния аль денте, что значит на зубок 6 минут. Ставлю таймер. А нагрев под соусом уже практически совсем выключаем. Оставлю на единички, только чтоб чуть-чуть совался теплый. Я очень люблю сыр с резким сильным вкусом и запахом. Как-то обедали мы в небольшом ресторанчике, объелся я, вот уже вот так вот все стояло, и мой режиссер потребовал себе десерт. Режиссер у меня закаленный в боях с едой. Официант пришел, значит, а вы ко мне обращается, хотите десерт? Я говорю, нет, я уже не хочу десерт. А попробуйте, у нас есть сырная тарелка замечательная. Я говорю, ну ладно, сыр тащите. Приносит вот такую вот маленькую черную, досточку, недосточку, каменная такая пластинка, и на ней несколько кусочков сыра. И один кусочек – это плесневый сыр, твердый, такой состаренный, с очень сильным резким запахом. Я его пробую, вкус для меня просто фантастика. Ну, готово, перекладываем в соус. Вот. А буквально через несколько минут прибегает повар этого заведения, почему-то очень возбужденный, нервный, и с таким изменившимся лицом, чуть ли не со страхом, говорит, «Сеньор, как? Нормальный сыр? Вам понравился?» Я говорю, да, сыр замечательный. Он просто расцветает весь лицом. «Си, си, мой фуэртер! Да, да, очень сильный!» И мы, наверное, минут пять объяснялись друг другу, какой классный сыр, как мы любим эти сильные сыры. Он на этом не успокоился, убежал на кухню, принесся с этикеткой этого сыра, сказал, что этот сыр можно купить в магазине там-то, там-то, обязательно попробуйте, это замечательный сыр. Надо сказать, до того магазина так и не дошел в тот раз, к сожалению, а потом уже забыл, что он был за сыр. Но сыр действительно был для сильных двух на товарищей. Так, ну вот, смотрите, соус уже готов, надо добавить немного воды, той, в которой он варился, для того, чтобы отрегулировать густоту, потому что пасту, когда я выкладываю в соус, она очень быстро вбирает в себя все ароматы. Я с вами болтал и забыл тут за этим болтовней, ударить отсюда, во-первых, траву, она здесь сейчас уже не нужна, а во-вторых, два целых зубчика чеснока. Вы не думайте, что я на пол бросаю траву, у меня здесь мусор на ведро стоит. Прогреваю. Соус вместе с пастой уже остыл немного, пока паста варилась, и можно выкладывать. На мой вкус этот соус нужно перекладывать в тарелку со сковородки, тогда, когда он еще жидковатый такой, кажется, что даже слишком водянистый. Дело в том, что он сейчас по мере остывания будет еще больше загустевать. Если изначально не сделать его вот таким вот жидковатым, то потом он очень сильно плотно облепит всю пасту и не будет таким шелковистым на вкус. Ну что, все готово. Аромат совершенно потрясающий. Вот все готово. Снимаем пробу. Вы не смотрите на ее невзрачный вид, такой неяркий. Эти пастельные тона как нельзя лучше оттенят рисковатый вкус этого острого пряного сыра Рокфор. Отлично. Вот это сочетание мягкости, нежности, сливочного вкуса в Филадельфии. Два молока с рисковатыми, яркими нотками Рокфора. Просто изумительно. Сюда вообще больше ничего не надо. Ни перза, никаких других добавок. Просто прекрасно. И очень быстро. Пробуйте. На этом я с вами прощаюсь. Традиционно понравилось? Пальцы вверх. Не понравилось? Сами знаете. Подписываемся, не забываем. Новые зрители, взгляните вот сюда. Я этот снимал ролик давно, но там есть информация, где еще можно посмотреть рецепты кулинарной пропаганды. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok